Третье, самое сложное и самое серьёзное – это управление спросом. Мы понимаем, что внутренний рынок очень маленький. Он, конечно, вырастет серьёзно за счёт национальных проектов. Но, откровенно говоря, цифровые технологии, они ведь общий объём рынка уменьшают. То есть формируются в этом смысле цифровые монополии, будем откровенно говорить. И место для маленьких там сужается. В этом смысле нам необходимо генерировать спрос. Но единственный способ генерации спроса – это работа как раз с этими крупными нашими технологическими госкорпорациями. И не только госкорпорациями. Сегодня их активность в этом смысле беспредельно низка. То есть по нашей оценке, например, корпоративные венчурные фонды есть у 17 из 124 самых крупных организаций. Реально было ваше поручение на питерском форуме. По нашему анализу за последний год серию реальных сделок сделало только три фонда. Ростех, Ростелеком и Сбербанк. Во всех остальных это формально выполнили, положили несколько сот миллионов. Это спрос инвестиционный на инновации в стране, на технологическое развитие не создаёт. Ростех, Ростелеком и Сбербанк.